Кто смотрел фильм «Красотка», тот помнит, как продавцы поменяли свое отношение, когда к ним зашла одеваться Джулия Робертс, и как они стали относиться после того, когда Джулия Робертс зашла с Ричардом Гирдсом. И именно об этом поведении мы сегодня с вами и поговорим. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Роберт Сатана Вы, дорогие читатели, поймете, что компании, в которых отсутствуют чудаки на букву М, гораздо более продуктивны, и сотрудники хотят в ней работать. Но как же это сделать? И автор опять ссылается на тот самый тест, который говорит, первое, как я себя чувствую с этим человеком, а второе, посмотри на кого этот человек нападает, на слабого или на сильного. Вот по этому самому принципу и стоит набирать сотрудников. Понятно, что когда мы берем сотрудников на работу, я лично с 10-летним стажем набора персонала могу вам сказать, не всегда с первого раза можно понять, что за человек сидит напротив вас. Можно, но не всегда. Поэтому сделать нужно следующим образом. Взяли вы человека и обратите, последите за ним, как он будет себя вести с сотрудниками, которые не являются лидерами, и с сотрудниками, которые и являются лидерами. И вот на это стоит обратить особое внимание. Люди, которые в дальнейшем станут чудаками на букву М, они уже с первого дня начнут своего рода подлизываться к лидерам и с пренебрежением относиться к тем, кто таким не является. И здесь уже, естественно, ваш выбор, оставлять таких людей или нет. Ведь, как показывает моя личная практика и огромного количества руководителей, то выглядит это следующим образом. Когда в компанию заходит человек с плохим характером, который сплетни, интриги плетет, не важно, делает он результаты или нет, на погоду в компании это в целом влияет негативно. Поэтому таких людей лучше убирать. Давайте расскажу конкретную историю из личного опыта. Я рассказывал как-то раз уже эту историю, но вот именно в данный момент она тоже подходит. Ни для кого не секрет, что я занимаюсь обучением риэлторов. Ставлю им конкретно навыки ведения переговоров по телефону и при личной встрече. Обучаю их подписывать эксклюзивные договоры. И вот, сотрудничая с одной компанией, занимаясь обучением стажеров, я увидел такую интересную картину. Ко мне всегда подходят руководители и говорят, Андрей Викторович, ну расскажи, кто тут толковый, кого можно взять. То есть руководители за толковыми людьми приходят. Они спрашивают, интересуются. Конечно, каждому руководителю хочется взять себе хороших сотрудников, которые будут продавать. Но и это в принципе нормально, ничего я в этом плохого не вижу. То есть, когда люди выходят, такие, знаете, за которыми есть будущее, их к себе подтягивают хорошие руководители. Но ведь среднички, они же тоже где-то остаются. И так получается, что разобрали всех вот этих крутышей. А среднички остались и у меня. Я дальше продолжаю обучать этих людей, как подписывать договоры. Но сразу скажу, что эксклюзивный договор подписать, это не просто вот так вот щелкнуть пальцем. Поэтому новички сначала тренируются на обычных, на стандартных договорах. Но есть у меня своя практика, как доводить людей до эксклюзивного договора, чтобы они подписывали. И что вы думаете? Я столкнулся с такой ситуацией, что люди, СОПы, там агенты, видят, что новички подписывают обычные договоры, просто-напросто приходят на этот объект недвижимости, тоже переподписывают такой же самый договор, продают этот объект и не делятся комиссионным. Я раз сказал, чтобы так не делали, второй раз сказал, чтобы так не делали, третий раз очень серьезно попросил. Но старички не поняли, они продолжали отжимать объекты у новичков. Что я сделал? Я просто-напросто начал на их объекты, на которые они подписывали обычные стандартные договоры, приходить и переподписывать их на эксклюзивные договоры, уже на свое имя и раздавать своим стажерам. Надо было видеть этих людей. Во-первых, они были крайне недовольны. Почему это я так делаю? Это во-первых. А во-вторых, они мне ничего не могли сказать. Потому что я тоже такой, что как бы покусаться-то не против. И что получается? И получается, вот как раз это и есть те самые чудаки на буквоем, которые у молодежи отбирают, а когда отбирают у них, им это не нравится. Они тут же побежали к своим руководителям, жаловаться на Андрея Викторовича, что Андрей Викторович вот так вот плохо поступает. На что я ответил? Клинт клином вышибает. Поэтому, наверное, сегодня я больше сделаю направление к руководителям. И Роберт Сатан, наверное, делает все-таки более к руководителям. Дорогие коллеги руководители, мы с вами создаем коллектив. Какая погода будет в коллективе, в 99% случаях зависит именно от нас с вами. Поэтому я рекомендую пользоваться инструментом Роберта Сатана и отслеживать на самом начальном этапе. Какие у него меры человеческого характера. Если вы берете человека, и он очень хорошо тянется, так сказать, к лидерам, для того, чтобы научиться, но при этом он не унижает тех, кто стоит на планку ниже него, я в этом не вижу ничего плохого. Но если человек тянется к лидерам и при этом унижает ниже стоящих себя, то лично я всегда отказываюсь от таких сотрудников, неважно, сколько бы денег они не приносили. А вам, дорогие риэлторы, дам следующую рекомендацию. Если вы искренне имеете желание научиться переводить телефонные звонки во встречи, а встречи в подписании эксклюзивных договоров по рыночной цене, добро пожаловать ко мне на консультацию, где я максимально подробно и пошагово вам объясню, как вести переговоры по телефону, для того, чтобы они переходили во встречу, и как на встрече делать презентацию так, чтобы люди хотели подписать эксклюзивный договор именно с вами на 6% по рыночной цене, чтобы попасть ко мне на консультацию. Либо оставьте комментарий со словом консультация, либо напишите мне в личную. Я с вами обязательно свяжусь. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Спасибо вам, дорогие коллеги, что вы меня смотрите, за ваши лайки, за ваши комментарии, которые я с огромным удовольствием читаю. Если это видео было для вас полезным, ставь вот такой смайлик. А самое главное, берегите себя. С Богом! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!